Значит, доктор философии, лауреат Ленинской премии, доктор философии, профессор, генерал-майор, ну и, наверное, человек начинал войну в уже зрелом возрасте, будучи достойным президентом, так как и студент он закончил в 1938 году. Спасибо за доставленные возможности. Уважаемые товарищи, я бы обратился к вам, следуя Леониду Леониду, он говорит, обращаясь к юношам и девушкам, говорил так, что дорогие мальчики и патчики, вот рынки отроковите. Если вам когда-либо будет трудно, то посмотрите на этих объятий, которые идут с парада. Они немного усталые, немного пережившие, и они не могут вам уже что-то больше опознать. Тогда, когда будут какие-то дни схода, обращайтесь к истории Великой Отечественной войны. И вот сегодняшняя группа сон, конференция, она показала, что внимание к истории Великой Отечественной войны, к ее ключевым событиям, очень большое, серьезное и настолько глубокое, что целый ряд положений, которые были сформулированы ранее и получили подтверждение, и развиты дальше. Что касается представления, основные положения, которые разработаны были в Институте Великой Отечественной войны, они здесь представлены, получили подтверждение. На один момент я хотел послушать учебу. Вот поворот и перелом много говорит. И когда мы столкнулись в Институте в те годы, когда приготовили 12 тонн, с этой категорией, с этой категорией, мы сразу же обратились, это Павел Андреевич Жилин, директором, начальника института, он написал письмо, я ездил в Институт русского языка и литературы, получили письменный ответ и поговорили там. И вот один какой момент. Поворот и перелом часто употребляются в одном и том же значении. Но между ними есть существенная разница. Перелом, в отличие от поворота, не допускает возврата. Это... Повтора не может быть повторять, даже в любом виде. Вот этот момент очень существенно внес изменения, и тогда не все по всем нашим разговорам. Потому что поворот может быть потом действительно поворот в другую сторону. А это уже, как бы сказать, однозначная негативность. Это не так повтор, ни так и того, как вы не могли думать. Это вот первое. Второй момент, который мы относились с семьям, здесь очень много приводили примеры, и видно, что изучение на это проявление. И уже рассказано, вот и вот другие товарищи. Но с учетом нашей обстановки, что мы должны еще учиться? Мы должны учиться, когда мы изучаем, для чего мы это изучаем? Каких целей? Ну ясно, для воспитания патриотизма ясно, что для подготовки угроженных сил до всей безопасности тогда. Но дело заключалось еще в том, ведь война это Вторая мировая война, а Великая Одесса, как ее главная составляющая части, эта война решающая была не только для хода и исхода данной войны, но и для всей мировой истории. Уже Первая мировая война показала, что у государства региональные интересы переросли в глобальные интересы. И произошла Октябрьская Санкт-Петербургская революция. Уже испытывалась политика такая была, не только региональная, но уже глобальные были мировые проекты. И сейчас, когда мы говорим, прошло столько, спасибо, свыше 70 лет, да и страна-то наша стала другая, победителя того нет, Советского Союза нет, и посмотрите, русофон не уменьшается, он увеличивается, поэтому, когда мы говорим, сказали вам, что Советский Союз, это действительно забытие, не только войны касались, не только той мировой войны, они-то существуют, приобрели, особенно в Сталинградской и Курске, это всемирно-историческое. Ну, вы знаете, конечно, что это понятие всемирно-историческое было, воборот, гектно, но применительно к победе греков над Керцией, вот как там всемирно-историческое, всемирно-историческое победа. Почему? Потому что храбрость и героизм, это многоформальное показательное. А вот торжество и победа свободного человека, свободной личности, это явление всемирно-историческое. А что произошло в Сталинградской битве? Что произошло в Курской битве, когда была победа государства, армия государства, свободных людей? Людей, которые строили и во многом сумели осуществить идеи справедливости, идеи разума, идеи народовластия. Это всемирно-историческое сознание. После 90-х годов его наступили в 93-й год Советского Союза не стало. Он был разрушен внешними и внутренними врагами. Он не развалился. Он был разрушен сознательно. И об этом много документов. Сам факт, когда уже после 90-х годов в наших хранилищах, где пронесли ядерные другие оружия, сидели американцы со своим флагом. Это же что такое? Среди суверенителей. Поэтому, когда сейчас мы говорим об этих уроках, в прошлом, в Курской битве, как революбе, мы должны говорить, революбе и в политике, и в науке, и в культуре опираться не только на те факты, но и в том, что, когда получается, какие изменения в нашей стране не произошло. А с учетом новой расстановки мировых социально-политических сил, военных сил, соотношения этих сил, какие, кто, какие группировки, идет борьба американцев за то, чтобы и однополярный мир восстановился. Это решение считали. Разве вы, что из истории исключена действительность, где решается проблема борьбы за социальную историю, за науку? Разве не происходит дальнейшее развитие науки и техники? Объявлено сейчас год науки. В тринадцатом году в Афинах произошел всемирный философский хобби, который прошел под таким тезисом, что философия – это и познание, и образ жизни. Значит, философские взгляды на происходящие события должны получить больше развития. Они должны быть использованы для оценки обстановки и того опыта, который сейчас, например, очень интересный опыт, приобретенный в нашей российской армии в Сирии по решению проблемы военного мира, по примирению международучих сторон и так далее. Поэтому этот опыт Второй мировой, он и великая здесь опыт победы, он через признан или с учетом, точнее сказать, новых событий военно-политических, тех, кто тоже рассматривается, мне кажется, под углом зрения, не просто как он применил, а под углом зрения решения, вот, мировых проблем, тех целей, социально-политических целей, которые заценивает наша страна. И в чем у нас мнение? Это отмечается в том, что многие предоставки происходят и в экономике, и в сферах общественной и социальной жизни, что быть четко неочерченным. Такое общество, такое государство мы хотим поступить, хотим иметь. Государство мы рады, вас в трудности, или государство платит западного, платитом неолиберального. Осторонники такие есть. Которому предстоит вот это обсуждение должно способствовать дальнейшему изучению истории, в том числе и вот этого коренного перелома, для решения глобальных задач, задач социально-политических, и для того, чтобы в нашей стране осуществлялся насыщающий принцип разума, народовластия, принцип этих, главный принцип справедливости. И особенно конкретно шла проблема за реализация седьмой главы Конституции Российской Федерации. Там, как раз и говорится, в социальном государстве, о котором будет редко вложение. Потому что мы не знаем, так повышает только пенсионный комент. И хотел бы сказать, что польза очень большая от обсуждения этого проблемы. Но немножко надо ее вынести из сферы, мне кажется, собственно военно-политических, в сферу решения социальных проблем в нашей стране и во всем мировом сообществе, и решения военно-политических проблем с точки зрения направленности, реализации и реализации прежних справедливых проектов мирового развития. Вот и хотелось бы такое пожелание высказать всем, занимаясь этим проблемой, и пожелать теплого здоровья всем и творческих успехов в вашей большой научной помощи. АПЛОДИСМЕНТЫ